Продолжаем видеообзор, посвященный запискам Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества из фондов областного историко-краеведческого музея города Семей. Сегодня вашему вниманию предоставляю десятый выпуск записок за 1915 год. Первая работа, вошедшая в этот выпуск, статья Бориса Герасимова «Старинные церкви Семипалатинской области». В своей работе Герасимов дает подробное описание Ямышевской церкви, основанной в 1715 году, Семипалатинского знаменского собора, основанного в 1718 году, Троицкой церкви в Ускаминогорской крепости 1720 года, Железинской церкви 1765 года, Бухтарминской церкви 1781 года и Убинской Николаевской церкви, основанной в 1720 году. Вторая работа Алексея Белослюдова «Сказания и сказки киргиз». Автор статьи описывает сказания и сказки, записанные им в 1914 году со слов казахов, живших в Бухтарминской волости. Сказки о Большой Медведице, о происхождении киреев, о народе мык, о ханах, чингизе, жанебеке, искандере и других. Следующая работа Потанина – это примечание к сказкам Белослюдова. Евгений Михаэлес – следы древних ледниковых явлений на Тарбагатайе и Сауре. В 1872 году он продолжил свои наблюдения относительно ледниковых отложений в области Мустау. Наблюдение Михаэлеса о хребте Мустау относится к самым ранним печатным сведениям об этой горной области. И его сведения о Мустау не лишены значительного научного интереса. Евгений Михаэлес – экскурсии в окрестностях Ускаменогорска. 1885 года, 26 марта, экскурсия на пригонную сопку. Автор статьи описывает свое исследование местности Ускаменогорска. Делает вывод, что местный алтайский гранит – огненного и новейшего происхождения. Беловский. Ледниковый период в хребтах Алтая. Автор статьи пишет о своих наблюдениях по поводу следов и останков обширного ледникового покрова. Размышляет о том, является ли этот ледниковый период одновременным с европейским и североамериканскими ледниковыми периодами или является независимой системой. Андреев – мораловодство в Алтайском районе Семипалатинской области в связи с общим очерком возникновения и развития его как народного промысла в горных районах Алтая. Автор дает подробное описание морала о традициях и народных поверьях, связанных с мораловодством, об истории мораловодства на Алтае в селениях Бийского уезда в Бухтарме. К работе прилагаются три сводные таблицы с данными по мораловодству. Новоселов. Умирающая старина. К материалу по этнографии алтайских старообрядцев. Здесь автор знакомит нас с историей и культурой алтайских староверов. Новоселов пишет «Это интересный самобытный край. Это кусок старой Руси, в которой старина держалась до последних дней, но новая культура поборола преграду, и нужно спешить с всесторонним ее изучением». Борис Герасимов. Некролог Лаврову. Некролог, посвященный Лаврову, сотруднику СРГО, скончавшемуся в 35 лет от воспаления легких. Лавров оставил свой след науке и при том в такой малоисследованной зоологической области, как орнитология. В записках СРГО в пятом выпуске напечатаны вот труд «Материалы к изучению фауны птиц в Томской губернии» и орнитологические бюллетени в шестом и седьмом выпусках. Последняя работа в сборнике Бориса Герасимова «Научная хроника 1915 года». Летом Семипалатинскую область была направлена к геологическим комитетам большая партия геологов, работавших в Калгинском хребте. Герасимов в «Научной хронике» дает отчет по работе геологов и сотрудников СРГО за 1915 год. На этом заканчиваю видеообзор, посвященный 10-му выпуску записок из Фонда областного историко-краеведческого музея города Семей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!